Всем привет! С вами вновь Тимофеев Олег и мы с вами находимся на участке в коттеджном поселке Кавголовское озеро. Здесь мы строим дом 10,3 на 12,9. И я вам вот что хочу сказать. Буквально за неделю мы сложили второй этаж и еще за три дня мы подготовили и залили армопояса. Этого я вам не показывал, потому что как это делать освещается и в других моих видео. Но сегодня тема выпуска будет на самом деле очень интересная. Мы сейчас кладем в этом доме перегородки. Перегородки не совсем обычные и вот именно про них я и хочу вам в этом видео рассказать. Поэтому смотрите это видео до конца, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались, ставьте лайки и пойдемте внутрь, посмотрим, что там происходит. Итак, смотрите, на заднем фоне вы видите перегородку, которую сейчас вот как раз выкладывают. Я не буду говорить цель назначения этого помещения, но вот обратите внимание, вы видите, что визуально это в принципе похоже очень на газобетонный блок. И самое интересное, размер от этого блока идет высота 25 сантиметров, а ширина идет 50 сантиметров. Что нам дает этот размер? Это создает большое удобство прикладки, прикладки вот перегородок из данного материала, я пока не говорю, что это за материал, в газобетонных домах. Потому что швы, швы практически как бы бьются с газобетоном и это удобно при выходе данным блоком уже кверху, к самому перекрытию. Вот. Так вот, что это за блок? Этот блок, этот блок называется Павловский силикатный перегородочный блок. Он идет толщиной 8 сантиметров. Это меньше, чем газобетон, который в минимальном своем размере продается в принципе по размерам 10 сантиметров толщиной. Но в чем его неоспоримое преимущество? Все мы знаем, нет, наверное не все мы знаем, но газобетонные перегородки толщиной 100 миллиметров, они вообще никакой не дают звукоизоляции в вашем доме. И плюс еще, так как газобетон довольно-таки хрупкий материал, чаще всего происходит следующая проблема. Когда у вас в доме перегородки из сотого газобетона и происходят какие-то небольшие усадочные процессы в доме, то эти перегородки чаще всего подвержены растрескиванию. Вот. Поэтому в альтернативу этому материалу, вот газобетону, я узнал, наверное, в прошлом году вот этот блок. Павловский силикатный перегородочный блок. Во-первых, он по своей звукоизоляции, по своей звукоизоляции, он дает нам 46 дБ звукоизоляцию. Это очень хорошее, то есть это практически, по сравнению с газобетоном, в два раза большая звукоизоляция. То есть, соответственно, стены сделанные, вот перегородки из этого блока, дают вам как бы удобство, удобство пребывания в собственном доме. Просто по примеру скажу вот вам следующий образец. У меня в квартире у самого вот три комнаты, и четко они разделены тремя, ну, две перегородки стоят из газобетонного блока 100 мм. Так вот, спальня моя и супруги отделена от детской комнаты одной комнатой посередине. И я вам скажу, что когда ребенок там играет в той комнате и что-то бесится, веселится, то в нашей комнате его слышно так, как будто бы этих перегородок вообще в принципе не существует. Поэтому о проблеме газобетонных перегородок из материала там вот толщиной 100-150 мм я знаю сам лично не понаслышке. Вот. Что мы получаем вот с этим материалом? Мы получаем хорошую звукоизоляцию. Звукоизоляцию 46 дБ, запомните. Кстати говоря, у Павловского завода есть еще такой перегородочный блок. Он единственное по размерам меньше идет и там приходится подгонять его под стены, но толщиной 130 и внутри у того блока уже есть дырочки. Вот если этот блок, давайте я вам вот тут покажу, он сплошной, видите? Он плотный, сплошной. Он, кстати, намного тяжелее газобетона. Один поддон его весит тонну 800, когда поддон газобетона весит порядка тонны практически в два раза, да? Вот. Так, возвращаясь еще к другому блоку, он у них называется межквартирный. И когда я в прошлом году строил дом одному из заказчиков, который работал ночами, потому что у него были переговоры с Америкой, то для него тот вариант межквартирного блока, а он толщиной на момент, вот послушайте, 130 мм, это даже, ну, тоньше, чем газобетон 150 мм, когда перегородки тоже делают со 150-го, вот он меньше, да? Он брал именно тот блок для того, чтобы ночью спокойно разговаривать вот именно с другой стороной и не беспокоить свою жену, детей, да, своими разговорами. То есть мало того, что он комнату перенес в дальний угол, плюс он еще и как бы выбрал этот блок. И дополнительно в процессе, говорит, уже дальше мы проверим в процессе эксплуатации его, будет ли он там сдерживать эти свои заявленные 52 децибелы или нет. И если что, сделает еще дополнительную шумоизоляцию. То есть вот я что считаю относительно вот именно вот этого блока, да? То есть это хорошая, хорошая именно альтернатива для перегородок в доме. Во-первых, кладется быстро, класть вы можете как на обычный клей для гладких газоблоков, также его можно укладывать на пену, потому что швы получаются тонкие, и у него геометрия. У него вообще, у этого блока геометрия хорошая. В чем сложность просто вот с этим блоком при работе возникает? То, что он пилится не как газобетон, пилой там взяли, отпилили и положили. А все-таки здесь надо уже пилить будет болгаркой с диском для камня, да? Но на самом деле вот с ребятами разговаривал, как бы еще раз обратную связь от них как бы получал. Проблемы никакой не составляют. Вот на моих глазах человек отпиливает там кусок блока буквально там, ну, наверное, за минуту-полторы. Соответственно, вы понимаете, что пилки резки всегда не так много, перегородки обычно еще подгадываются, но даже если у вас много, как бы этой пилки резки будет, ну, поставьте отдельного человека, чтобы он вам просто пилил. Ну вот, такие перегородки в доме, вот в этом, будут на самом деле не везде. Тут еще есть один такой хитрый момент в этом доме, я хочу вам тоже его показать, потому что в этом плане мы сэкономили заказчику почти 40 тысяч рублей. То есть я объясню, это произошло следующим образом. В процессе проведения работ мы приняли некие, как бы, решения по изменению конструктивов. То есть как это получилось? Мы убрали наверху один ряд газобетона, но при этом увеличили размер аромопояса. Все это нам надо было для того, чтобы попасть в определенную высоту, ну, между этажами. У нас высадился таким образом газоблок. И в моменте, когда мы решили заказывать перегородочный материал, сразу же пришла такая очень интересная идея, взять вот этот газоблок, который у нас остался, и сделать следующее, развернуть его, поставить его на свою грань. То есть что мы получаем? Здесь должна была быть перегородка по проекту толщиной 150 миллиметров. У нас газоблок толщиной, ну, высотой, будем вот так говорить, 250. То есть когда мы ставим на ребро его, получается для нас это толщина. Так вот, и за счет этого мы обсудили с заказчиком, готов ли он потерять в помещении, там, вот эти дополнительные 10 сантиметров, но на самом деле мы эти 10 сантиметров разогнали в две стороны. То есть мы взяли, часть сместили в коридор, часть пихнули в комнату. То есть потеря в пространстве небольшая, но при этом, при этом получилось на объеме, который вот здесь газоблока остался, и плюс опять же таки, когда мы закупали газоблок, мы закупали кратно поддоном и с запасом на бой, на что-то, да, то есть у нас этого газоблока хватает в данном доме на 4 больших перегородки. Вот, мы, соответственно, его укладываем, вот так видны замки здесь, вот такие замки остаются видными нам, но проблемы нет, где-то эти замки побольше, ребята сейчас запенивают, вот они его укладывают на пену, но в дальнейшем, когда будут производиться штукатурные работы, все это дело заштукатурится, штукатурка забьет все вот эти щели, и получится в итоге очень такая интересная сама по себе, как бы, но история в том плане, что мы сэкономили денег, раз, да, и второй момент, мы получили на этих перегородках при толщине 250 уже очень адекватную звукоизоляцию, то есть в обычном, просто в обычном ключе вот эти 250-е блоки, там, их на перегородке-то особо как бы и не покупают, да, но вот таким образом остатком состройки, если у вас вдруг на вашем объекте остаются газоблоки, можно воспользоваться, и это будет очень хорошее, оптимальное решение для, вообще, вот вашего строительства, и по деньгам, и по звукоизоляции, ну, и, в принципе, по кладке, это то же самое, что складывать стены во всем доме. Пока мы с вами разговаривали, мы пришли с вами на второй этаж, вот я хочу вам показать еще перегородку, которую мы здесь кладем, вот смотрите, здесь перегородка, она не совсем обычная, она не прямая, а заказчик планирует в дальнейшем, вот в этом месте именно, сделать встроенные шкафы. И, соответственно, за счет того, что толщина блока всего 8 сантиметров, вот этого павловского кирпича, мы еще выиграли заказчику дополнительное расстояние, и у него получатся шкафы глубже, примерно, сантиметров на 8, чем он планировал. То есть, видите, какие, ну, сплошные плюсы, то есть, изначально просто сюда планировался газобетонный блок, да, на 150 толщины, но в итоге мы взяли восьмерку, получили хорошую звукоизоляцию, потом в дальнейшем, когда здесь будут сделаны шкафы вот с этой стороны и с другой, вот в комнате тоже будет шкаф, то шкафы сами на себя еще примут дополнительную, как бы, звукоизоляцию, и заказчик получает в итоге глубокие шкафы, хорошую звукоизоляцию, да, ну и, соответственно, надежные стены, которые можно крепить, вот, смотрите, это тоже один из моментов, на которые можно будет крепить уже что угодно. Вы просто засверлили отверстие, мы просто забили туда дюбель и прикрепили любую абсолютно полку. Так как внутри вот этих перегородок будут делаться какие-то полки, какие-то нагруженные будут полки довольно-таки, но смотря, в зависимости от того, что он будет туда складировать, то это играет только на руку. Я не говорю, что в газобетон крепить нельзя, в газобетон также можно, но когда у вас стена 100 миллиметров, и вы ее всю отсверливаете под кучу полок, то явно это не идет ей в плюс, да, и, возможно, просто, как бы, вы ослабляете эту стену, и она растрескивается. Кстати говоря, когда у вас уже сделана наружная отделка, и даже те же самые обои, а сотая стена треснет, то у вас просто, как бы, на штугатурке появится трещина, а если у вас обои там наклеены, то трещина, она потихонечку будет расходиться, и дальше просто обои в этом месте порвутся. У меня, кстати, так в квартире и произошло. В одном месте треснула стена, и сначала обои натянулись, они же все флизелиновые, то есть они, как бы, соответственно, имеют какую-то погрешность на растяжение, но в процессе трещина стала потихонечку расходиться еще дальше, потому что, видимо, ну, газоблок там усыхал максимально, да, то есть и вот через два года, то есть через два года у меня просто обои, обоина прорвалась вот по тому месту, где была трещина. Еще одна особенность, кстати, вот этого блока, который я вам хочу показать, если у нас газобетон, он является прямым блоком, да, то есть он просто у нас прямоугольник, то у этого блока есть вот такой интересный шип. Соответственно, мы когда блок к блоку приставляем, то есть вот в таком месте ключе, да, то у нас получается вот это место, оно дополнительно промазывается аккуратно клеем, то есть, ну, вот по шипу ребята просто мастерком проводят, он как бы промазывается клеем, и второй представляется, то есть мы получаем максимальное перекрытие вот этими блоками, то есть вот для звукоизоляции, плюс его класть очень удобно, то есть идешь по шипу и плюс по нитке, получается, ну, вот сама по себе крепкая конструкция, то есть он друг с другом еще перевязывается за счет этого шипа, то есть, ну, классная вещь, классная история на самом деле, поэтому, если будете делать все перегородки, обязательно применяйте этот блок, я точно уверен, что вы не пожалеете, причем, ну, скажу, что покладки, что положить газобетон по работе, что положить эти блоки, поверьте, одно и то же, и если вам будут говорить про то, что его класть сложнее, и его приходится пилить, например, вот, как сейчас вы видите внизу, вот я вам покажу, вот его пилят, давайте просто понаблюдаем, сколько производится вот эта пилка. Вот он ровно пилит блок пополам. Я уже вижу, что он просто блок вот в половину пропилил, сейчас он что сделает? Перевернет этот блок, смотрите. Вот, и пропилит вторую сторону. Вторая сторона уже тоньше на пропилку, поэтому пилить там немного. Видите, да? Все, все, человек отпилил блок, мне кажется, ну, сколько я вам показывал? По видео посмотрите, я думаю, секунд 40 этот процесс у него занят. Совсем забыл вам сказать, наверное, у вас возник вопрос, а насколько получается перегородки дороже из этого блока, нежели чем из газобетона. Я вам скажу, что при расчете, вот, сравнение, да, когда перегородки из газоблока получались на 100 тысяч рублей, это берем материалы плюс работа, да, вот, то в альтернативу расчет таких же самых перегородок из блока, вот, с этого павловского силикатного кирпича, да, они получались 120 тысяч рублей, там, 120-125 копейками. То есть они подороже на 20, где-то 25% в среднем. Но то, что вы получаете взамен, вот, газобетонным перегородкам, поверьте, этого того стоит. Потому что если вы начнете вкладывать деньги на шумоизоляцию ваших газобетонных перегородок, то, поверьте, всадите намного больше денег, чем изначально, затратив просто на нормальный, нормальный блок. Поэтому, опа, он тяжеленький. Смотрите, какая прелесть, да, шип, паз. И стоимость этого блока, внимание, только просто зафиксируйте, один блочок стоит 57 рублей. Именно по этой цене я его и закупал на эту стройку. Поэтому мотайте себе, как говорится, на ус, берите в свое вооружение. Вот, блок очень интересный. Продолжайте смотреть мои видео дальше. Я буду для вас освещать всякие новинки, интересные истории, показывать свои строящиеся объекты интересные. Подписывайтесь на мой канал, если еще не подписались. И до скорых встреч. С вами был Тимофеев Олег. Всем пока.